Визит Владимира Зеленского в Вашингтон не помог убедить республиканцев и разблокировать в Конгрессе решение о помощи Украине на 61 миллиард долларов. Как на стране в целом и на ВСУ в частности скажется потенциальное отсутствие помощи от США в ближайшие месяцы? Первое, честно говоря, я бы не ставил так вопрос, помог или не помог разблокировать, потому что на самом деле это внутриполитическая дискуссия Соединенных Штатов. Я думаю, что они должны найти компромисс по вопросу миграционной политики. Между двумя партиями, соответственно, я думаю, что они на такой компромисс выйдут. И, соответственно, будет разблокировано голосование объемного пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню и, соответственно, решение вопросов по южной границе Соединенных Штатов. И, соответственно, на мой взгляд, наоборот, поездка господина Зеленского точно вернула ощущение для американских политических элит, что это за война, то есть каким последствиям он приведет неправильная финализация этой войны, что такое глобальное лидерство, что такое доминирование демократии и так далее и тому подобное. Это очень важный диалог был, который, на мой взгляд, опять же, еще раз позитивно был воспринят и представителями республиканской, и представителями демократических партий, ну и, соответственно, конгрессменами и сенаторами. Польза от этого визита, несомненно, это актуализация темы войны в Украине. Это первое. Второе. Есть еще военные пакеты, которые Соединенные Штаты до конца года будут отправлять в Украину. Да, это не те суммы, которые, безусловно, нам бы хотелось получать, но имеется в виду не суммы, а непосредственно оружие. Есть увеличение поставок военной техники со стороны европейских стран, потому что как раз-таки на европейском континенте очень точно понимают, каким риском ведет продолжающаяся война и каким риском ведет непроигрыш Российской Федерации. Соответственно, наши европейские партнеры увеличивают бюджеты военной помощи Украины. Ну и, соответственно, есть третья составляющая – это дополнительные инвестиции в военное производство, в украинские военные производства, которые делает сама Украина или вместе с партнерами, с частными компаниями и так далее. То есть, конечно, мы бы хотели большей определенности, особенно в этот период войны, потому что два года войны – это тяжелое психоэмоциональное состояние для всех, безусловно. Мы бы хотели большей определенности, но, тем не менее, я с аккуратным оптимизмом, с осторожным оптимизмом смотрю на те решения, которые будут принимать страны, входящие в проукраинскую коалицию. Несомненно, помощь в полном объеме в 2024 году Украине будет оказана. Почему? Потому что Российская Федерация, в свою очередь, открыто формирует и верстает бюджет, исключительно исходя из целей под названием война. То есть, они закладывают практически все деньги, прямые ассигнования на войну – это более 120 миллиардов, на убийство граждан другой страны. И, соответственно, наши партнеры тоже прекрасно понимают, что этому пакету военных денег Российской Федерации нужно противопоставить более-менее сбалансированный военный пакет помощи Украине. В ближайшие месяцы отсутствие помощи не будет влиять на Украину? В ближайшие недели помощь продолжается, то есть, еще раз подчеркиваю, в том числе Соединенные Штаты передают необходимые пакеты той помощи, которая нам нужна на этом этапе. Во-вторых, я бы все-таки говорил не о месяцах, а о неделях дополнительных консультаций, дискуссий, если мы говорим о Соединенных Штатах на уровне республиканской и демократических партий. И я думаю, что в ближайшее время это третье решение, фундаментальное решение о необходимости разблокировать пакеты помощи для Украины и Израиля будет принято. Как бы вы описали стратегию Лукашенко в отношении Украины? Никак. У него нету стратегии. В принципе, у господина Лукашенко никогда не было никаких стратегий по отношению к соседям. У него была стратегия только по отношению к России взять дополнительных ресурсов, которые позволяют безбедно существовать, то есть компенсировать те недостатки своей управленческой системы, которую он укоренял в течение 30 лет. И, соответственно, стратегий по отношению к Польше нету, по отношению к странам Балтии нету, по отношению к Украине нету. Ситуативные какие-то есть варианты что-то делать, что-то заявлять. Вот мы вчера слышали заявление, феноменальное очередное заявление о том, что семь групп готовятся на территории Польши для захвата чего-то в Беларуси. Больше, более нелепой и, скажем так, информационной составляющей, чем то, что демонстрирует сегодня Беларусь, ну, наверное, проявляет только Российская Федерация. Это архаично, это 70-е годы прошлого столетия, и, соответственно, это говорит о том, что ни объемного анализа событий, которые в мире происходят, ни объемной оценки возможностей или невозможностей сотрудничества с теми или иными странами, ни оценки собственных возможностей в Беларуси нету. Поэтому говорить о том, что в связи с отсутствием какого-либо внятного анализа у Беларуси может быть стратегия по отношению в том числе и к Украине, конечно же, это напрасный мартышкин труд, если мы говорим о Лукашенко. Что касается вообще войны, мне кажется, что Лукашенко просто сидит и ждет финала этой войны, со старым понимая, что финал этот будет не такой, как он прогнозировал, напомню, в начале войны, когда он говорит, а что там, воевать четыре дня, и все будет захвачено. И, соответственно, сейчас он старается минимизировать любые свои комментарии, кроме оскорбительных традиционных, ну и, соответственно, минимизировать любые свои контакты, кроме с потенциальными гарантами сохранности его жизни в случае, скажем так, правильного финала этой войны. Президентские выборы в России, которые пройдут в марте 2024-го, могут преподнести сюрпризы. Во-первых, нет никаких, безусловно, президентских выборов в Российской Федерации. Это будет абсолютно комфортное для авторитария переназначение. Там нет конкурентной политической среды, там нет площадок, где будет идти острая дискуссия, социальные сети будут модерироваться, ну или они не будут оказывать влияние на, собственно, логистику переназначения. В принципе, на мой взгляд, результат уже сформирован. Вот этот сам факт какой-то компании, это скорее нужно для внутренней пропаганды, только для того, чтобы легитимизировать войну дополнительно. Потому что есть определенные нарастающие негативные отношения к войне, к России, даже вопреки всему, но тем не менее, безусловно, длинная война всегда будет вызывать негативные эмоции даже в авторитарных системах. И, соответственно, никаких сюрпризов, конечно же, не будет. То есть там будут абсолютно отсутствующие персонажи в качестве конкурентов, то есть те, которые не получат никаких ресурсов, не получат никакой электоральной возможности, не получат никаких площадок для ведения соответствующих избирательных кампаний. Еще раз подчеркиваю, что собственной избирательной кампании не будет. Имеет ли это какое-то отношение к демократии? Конечно, нет. Будет ли признан легитимным Путин? Скорее всего, нет. Будут ли де-факто его воспринимать как лидера? Да, как любого авторитария. Мы видим, что есть же авторитарные лидеры в других странах, которые, тем не менее, имеют возможность ездить по тем или иным другим странам, проводить какую-то агитационную работу и так далее. Путин будет восприниматься как абсолютно демократическими странами, абсолютно нелегитимный авторитарий, который, соответственно, не имеет никакого отношения к демократии как форме управления. Международный Олимпийский комитет решил допустить к участию в Олимпиаде в Париже белорусов и россиян в нейтральном статусе. Как вы к этому относитесь? Крайне негативно здесь ответ очевиден. На мой взгляд, к сожалению, те длинные инвестиции, которые Российская Федерация делала в различные международные институты, в том числе Международный Олимпийский комитет, они сегодня позволяют им использовать эти площадки для модерации темы войны, для пропаганды массового убийства граждан другой страны. На мой взгляд, спорт всегда являлся отражением безусловной идеологии или политики государства. То есть, соответственно, любой спортсмен, неважно, он в нейтральном статусе, без флага, участвует в любом случае, он гражданин России или Беларуси. Соответственно, стран-агрессором. То есть, в данном случае мы говорим о стране-агрессоре Российской Федерации и стране, которая предоставила свою инфраструктуру для агрессии против третьей страны. Это Беларусь. И, соответственно, спортсмены, являясь гражданами этой страны, которые абсолютно лояльны к массовым убийствам, которые абсолютно поддерживают политику своей страны и так далее, они являются, еще раз подчеркиваю, промоутерами, публичными модераторами войны как концепции внешней политики своей страны. И, соответственно, для нас это кощунственно, потому что спортсмены... Украина потеряла в этой войне более 300 спортсменов, убитых. То есть, те спортсмены, многие из них были чемпионами Европы, были чемпионами мира в разных видах спорта, в том числе в зимних видах спорта. Это те спортсмены, которые уже никогда не смогут состязаться. И вот их коллеги должны будут выходить на те или иные спортивные дорожки, состязаться с сторонниками войны, с людьми, которые поощряют войну, которые поддерживают войну, которые промоутируют войну, которые радуются убийством своих коллег и так далее. Но это, мне кажется, абсолютно убийство гуманистической составляющей в современном мире. И Россия должна быть полностью изолирована, еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, Россия должна быть в полном объеме изолирована в классическом смысле этого слова. Это значит, что она должна быть лишена возможности присутствовать в различных международных институциях, включая ООН и включая право вето. Она должна быть изолирована от участия в международных соревнованиях, в любых соревнованиях. И она должна быть изолирована с точки зрения присутствия представителей России, которые выступают где-то на тех или иных симпозиумах, саммитах и так далее. А Беларусь? Беларусь тоже, безусловно. Беларусь, которая, к сожалению... Ну, во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что есть две Беларуси. Давайте все-таки говорить не Беларусь, а давайте говорить официальная часть Беларуси, потому что есть очень большая неофициальная часть Беларуси, ну, или, вернее, альтернативная Беларусь, которая совершенно иначе выглядит, нежели альтернативная Россия. То есть все-таки, на мой взгляд, у Беларуси гораздо больше шансов быстро переформатировать, у альтернативной Беларуси быстро переформатировать свою страну, частично вернуть репутацию и стать полноценным субъектом международного права в очень короткие сроки, в отличие от Российской Федерации. И поэтому, когда мы говорим об официальном Минске, да, он должен быть точно так же изолирован. Ну, кстати, между прочим, Лукашенко, на мой взгляд, последние лет, наверное, 20, начиная с момента исчезновения и господина Гончара, и господина Захаренко, да, на мой взгляд, этот человек абсолютно изолирован от всего мира. То есть он не является субъектом политического процесса, даже европейского, он не является субъектом глобального политического процесса, он не является интересным переговорщиком ни для одной страны. То есть там периодически, да, какие-то разговоры возникали вокруг Лукашенко, но, тем не менее, этот человек всегда был изгоем. То есть это максимально примитивный политический персонаж современного мира. Может ли Украина бойкотировать игры? Это сложный вопрос, потому что все-таки площадка, спортивная площадка, нужна нашим спортсменам для того, чтобы все время подчеркивать актуальность темы войны. Война никуда не исчезла. Наши спортсмены очень активно промоутируют необходимость поддержки Украины, необходимость поддержки защиты своих семей, своих домов. Всегда подчеркивают, что это война за право быть свободными в своей стране, не где-то абстрактной и так далее. То есть спортсмены, на мой взгляд, спортсмены Украины выполняют колоссальный объем работы для того, чтобы поддерживать. Еще раз подчеркиваю, война длинная. Люди действительно часто устают от того, чтобы говорить о войне как таковой. Так вот, наши спортсмены очень объемно поддерживают вот этот, не то что интерес, а вот это внимание к проблематике войны в Украине. Поэтому, конечно, мы будем дискутировать, надо ли бойкотировать или нет, будем с нашими партнерами это обсуждать. Но, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, решение о том, что Россия и Беларусь должны участвовать, официально участвовать на уровне даже нейтральных спортсменов, это максимальное уничтожение репутации Международного Олимпийского комитета. Ну, я понимаю, что репутации в современном мире не очень ценятся. Это максимальное унижение спортсменов, это максимальное продвижение войны, права на убийство, насилие, как формы внешней политики. Ну, соответственно, с этим тоже надо что-то делать. Будем думать о формате того, как мы будем на это реагировать.